Здравствуйте! В эфире информационная программа «Время новостей» в студии Ирина Варсан. Далее о главных событиях этого дня. Поражающие кадры с территории МОЛДЭКСПА. Десятки машин с курой помощи, в которых находятся пациенты с подозрением на коронавирус, вынуждены были подолгу ожидать своей очереди. Такого тяжелого положения ранее еще никогда не было, признаются ответственные лица. Опять перестрелка у всех на виду. Во время ссоры, вспыхнувшей между несколькими мужчинами, один из них применил огнестрельное оружие. Нас ожидают еще более тяжелые времена. Экономический кризис усугубляется, а для того, чтобы вернуться к нормальной жизни, потребуются годы, говорят экономисты. Отчаянный жест российской балерины. Артистка танцевала на льду Финского залива при 15 градусах мороза, для того, чтобы привлечь внимание к экологической проблеме. Шокирующие кадры из распределительного центра COVID-19 на Молдекс по как минимум 20 машин скорой помощи с медицинским персоналом, экипированным в защитные костюмы, а также с пациентами, у которых подозревают COVID-19, были вынуждены простаивать в ожидании своей очереди. Кадры были сделаны сегодня и стремительно разлетелись в соцсетях. По словам директора медучреждения Олега Круду, такая напряженная ситуация сложилась здесь впервые с начала пандемии. На этих кадрах, опубликованных в интернете, видна огромная очередь, состоящая из машин скорой помощи, ожидающих въезда на территорию распределительного центра COVID-19 в столице. Директор медучреждения Олег Круду рассказал нашему телеканалу, что ситуация тревожная, а медработники уже несколько дней работают в режиме повышенной готовности. Очень много скорых. Я их посчитал. Я думаю, их больше 20. Сотрудников не хватает. Места на исходе. Директор признал, что впервые с начала пандемии ситуация настолько ухудшилась. Наверное, ни разу за прошедший год не было так сложно и напряженно, как сейчас. Центр не переполнен, но работает в крайне напряженном режиме. В такой ситуации скорые пребывают довольно интенсивным темпом. Мы принимаем пациентов, мы им не отказываем. На данный момент здесь 16 машин с больными, и автомобили скорой помощи продолжают пребывать. Медицинские работники рассказали нам, что прождали здесь несколько часов. За это время врачи успевают немного отдышаться. Передав пациента с подозрением на коронавирус в центр COVID-19, сразу едут на следующий вызов. С половины третьего стоим здесь, в очереди. Вот такая ситуация. Судя по тому, что мы видим, люди праздновали 8 марта, и теперь им плохо. В эти дни я заметила, что появилась такая проблема. Причина, я думаю, в том, что мест немного. Трудно зарегистрироваться, нет мест. Не знаем, нам ничего не сообщили. В настоящее время в распределительный центр COVID-19 госпитализировано более 400 пациентов. Из них 325 находятся на лечении. Остальные ждут результатов тестов на коронавирус. Пандемический кризис усугубляется. Количество коек для пациентов с COVID-19 в больницах по всей стране увеличено. Об этом заявили представители Минздрава после того, как в последние дни эпидемиологическая ситуация обострилась и пришлось искать дополнительные места. Так, больше коек появилось в двух районных больницах, а также в двух столичных медицинских учреждениях. Это стало возможным благодаря тому, что вспомогательный медперсонал отдал свои помещения под палаты. По данным Минздрава, еще 50 коек были оборудованы в ковид-отделениях Института скорой медицинской помощи в Кишиневе, а еще шесть в отделении интенсивной терапии Института матери и ребенка. В районной больнице Новых Анен количество мест пополнилось на 40, а в медицинском учреждении «Страшен» на 20 коек. Места обустроены с целью оказания полноценной медицинской помощи пациентам с ковид, протекающим в тяжелой форме и средней степени тяжести. За счет палат из бесковидных отделений, а для оказания травматологической или хирургической помощи пациенты перенаправляются в республиканские больницы. По заявлению официальных лиц, в ближайшее время будет организовано еще 40 коекомест в Хунчешской районной больнице и 20 в Каларажской. Однако самой тяжелой по-прежнему остается ситуация в столице, где осталось всего 76 свободных мест и с 1666 доступных для пациентов с коронавирусом. Более 760 из проходящих сейчас лечения находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Во вторник представители столичной премырии заявили на онлайн-заседании, что сотрудникам медицинских учреждений даже пришлось уступить свои кабинеты, чтобы обустроить дополнительные места для пациентов. Увеличение количества коек произведено за счет эффективности управления нашими муниципальными больницами. В палатах организовали дополнительные кровати. Медсестры и работники буфета уступили свои рабочие помещения больным. Сейчас им даже негде переодеваться и умываться. Отметим, согласно представленной информации, на данный момент от коронавируса вакцинированы 754 медработника из 3000, работающих в столичных больницах. Писатели Николай Дабижа и Аурелия Антельвестру инфицированы новым коронавирусом. Информацию для нашего телеканала подтвердили представители Союза писателей. По их словам, Дабижа находится в тяжелом состоянии. Он проходит лечение в столичном институте скорой медицинской помощи и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Писателю, литературному историку и бывшему политику Николаю Дабижи 73 года. В течение 12 лет он был депутатом. Пока неизвестно, каково состояние здоровья Аурелия Антельвестру. Также не сообщается и медучреждение, в котором он находится. 71-летний писатель, психолог, публицист и педагог. Помимо этого, уже более 10 дней в больнице лежит и знаменитый писатель Спиридон Вангелий, который также болен COVID-19. Представители Республиканской клинической больницы, куда он был госпитализирован, сообщили, что пациент находится в реанимации. Его состояние оценивается как средне-тяжелое. За последние сутки почти втрое увеличилось число инфицированных коронавирусом. Сегодня, после обработки приблизительно 1900 тестов, положительный результат на COVID-19 подтвердился у 873 граждан. В числе заболевших 40 медицинских работников, а также четверо граждан, вернувшихся в Молдову из-за рубежа Ирландии, Египта и Украины. 331 пациент находится в крайне тяжелом состоянии, а 72 подключены к аппаратам ИВЛ. Также сегодня 21 человек скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Коронавирусом в Молдове заразились уже почти 196,5 тысяч человек. Умерло 4 150 заболевших. Компания по иммунизации топчется на месте после того, как она с двухдневным опозданием была все-таки запущена. За прошедшую неделю всего 6 тысяч медицинских работников получили вакцину от COVID-19. По словам представителей органов здравоохранения, процесс иммунизации был приостановлен 7 и 8 марта, поскольку в эти дни было сложно собрать 10 сотрудников для единовременного использования дозы антидота. И все это происходит на фоне стремительно растущего количества случаев заражения. К тому же через день страна теряет очередного героя в белом халате. После двухдневного перерыва иммунизация медицинских работников была снова возобновлена во вторник. Причина, по которой кампания по вакцинации затягивается, более чем абсурдна. Сложно одновременно собрать 10 медиков, чтобы открыть и сразу использовать флакон, который содержит 10 доз одновременно. Так, по крайней мере, объяснили задержку представителей Национального агентства общественного здравоохранения. Предположим, что у нас есть 17 человек для вакцинации, но мы должны обеспечить в этом случае уже 20 человек. И, соответственно, этот процесс затягивается до тех пор, пока не будут найдены еще трое. И это происходит после того, как власти бесчисленное количество раз заверяли вплоть до сегодняшнего дня, что они готовы к началу процесса иммунизации. Теперь ясно, что на самом деле списки медицинских работников, которые должны были первыми получать вакцину, даже не были составлены вовремя. Приоритет при вакцинации отдается врачам и медсестрам, работающим на первой линии. Поэтому каждый третий врач в отделениях ковид-интенсивной терапии уже вакцинирован. Между тем, в районных больницах сыворотку вводят и другим категориям медицинских работников. Если в первую неделю мы сосредоточились на отделениях интенсивной терапии и ковид, то теперь все сотрудники учреждения, начиная с административного персонала, врачей, медсестер, санитарок, вспомогательного персонала и даже технического персонала имеют право на вакцинацию. Специалист уточняет, что в 13 районах все дозы, распределенные на первом этапе, уже использованы. Например, в Каушанском районе на сегодняшний день вакцинированы 150 медицинских работников из более чем 400 сотрудников. У нас было 100 доз. Все были использованы до прошлого четверга. В пятницу мы получили еще 140 доз, из которых провакцинировали еще 50 человек. В медицинские учреждения страны было доставлено 18 тысяч доз вакцины «Астрозенека» из 36 тысяч, полученных нами в результате пожертвования, предоставленного Румынией через платформу «Кавакс». Еще 18 тысяч хранятся на складе для покрытия второго этапа вакцинации медицинских работников. При этом, несмотря на то, что ранее власти объявили, что первый этап кампании иммунизации продлится два месяца, по словам специалистов, из-за отсутствия необходимого количества вакцины они больше не могут следовать этому графику. Все зависит от количества доз вакцины, которая будет в стране. Мы бы его расширили с большим удовольствием. Но когда мы направляем все поэтапно по больницам, по отделениям COVID, отделениям интенсивной терапии, в то же время задействуя и другие отделения, процесс становится дольше. Представители здравоохранения заверяют, что до сих пор ни одна доза вакцины не была выброшена в мусорное ведро, и все они используются рационально. Следующая партия вакцин Pfizer ожидает в Молдове в середине марта. Однако, сколько доз будет доставлено, на этот раз пока неизвестно. Граждане Молдовы, обладающие румынским гражданством, смогут вакцинироваться от COVID-19 в соседней стране. Об этом в одной из телепередач заявил посол Румынии в республике Молдова Даниэл Иоаннице. По словам дипломата, граждане могут зарегистрироваться на румынской национальной платформе вакцинации, и если попадут под определенную категорию, то смогут воспользоваться возможностью пройти иммунизацию. Он также уточнил, что среди категорий лиц, имеющих право на антидот, в третьем этапе вакцинации, который будет начать в ближайшее время, есть и студенты. Таким образом, молодежь нашей страны, обучающаяся в Румынии, сможет уже примерно через месяц получить сыворотку. В соседней стране на этот момент вакцины привились почти 2 миллиона граждан из более чем 19 миллионов. С начала пандемии прошло уже больше года, а человечество по-прежнему продолжает бороться с опасным вирусом. И если некоторые страны говорят о готовности ослабить ограничения, вызванные коронавирусом, многие все же склоняются к ужесточению введенных запретов. В некоторых регионах Европы март начался с послаблений, в других, напротив, вводятся более жесткие меры. В связи с увеличением числа инфицированных, румынские власти рассматривают возможность ужесточения ограничений движения. Так гражданам запретят покидать свои дома после 22.00, а не после 23.00, как сейчас. Также и рестораны смогут работать только до 10 вечера. В Венгрии, как сообщает Агерпресс, с понедельника закрыла школы, детские сады и небольшие магазины. Новые ограничения призваны сдержать третью волну пандемии. Открытыми останутся лишь места, торгующие базовыми товарами – супермаркеты, аптеки и заправочные станции. Использование защитных масок обязательно по всей стране. Также в Венгрии действует запрет на передвижение в ночное время с 8 вечера до 5 утра. Германия готовится объявить об очень осторожном ослаблении ограничений. Канцлер Ангела Меркель заявила, что поддастся растущему давлению со стороны населения и примет некоторые меры по послаблению, основываясь, однако, на проведении миллионов тестов, призванных помочь избежать третьей волны заболеваний. О постепенном выходе из карантина объявила и Великобритания. Заявленная цель состоит в том, что в перспективе до 21 июня ограничения должны полностью исчезнуть. Власти Австрии надеются, что в марте и апреле количество вакцинированных существенно увеличится. Также в апреле планируется открытие отелей. А начиная со вчерашнего дня, граждане старше 14 лет могут бесплатно получить в аптеках страны 5 экспресс-тестов для обнаружения коронавируса. И снова стрельба. На этот раз в пригороде Кишинева-Ставченах. Инцидент произошел в воскресенье 7 марта около 11 ночи. Между тремя мужчинами разгорелась ссора, в результате которой один из них взялся за огнестрельное оружие и ранил другого. После нарушителей общественного порядка попытались скрыться, но затея не увенчалась успехом. Стрелявшего задержали в столице. Поставить точку в возникшем конфликте один из споривших мужчин решил при помощи огнестрельного оружия. Он схватил пистолет и произвел два выстрела. После содеянного попытался покинуть место происшествия. На автомобиле марки «Ауди» злоумышленник отправился из Товчен в Кишинев. Однако дальше сектора Рыжкановка уехать ему не удалось. Помешали два экипажа карабинеров. В результате карабинеры обнаружили автомобиль на улице Чаукарь столичного сектора Рыжкановка. Несмотря на попытки скрыться, транспортное средство было остановлено, а люди задержаны. В автомобиле находились двое мужчин и женщина. У одного из задержанных карабинеры обнаружили два пистолета моделей «Байкал» и «Глок». На место вызвали оперативную группу инспектората полиции сектора Рыжкановка. Мужчина в возрасте 32 лет вытащил оружие и произвел два выстрела, ранив жертву. Собеседника в возрасте 42 лет в ногу. Его доставили в больницу, где была оказана необходимая медицинская помощь. Пистолет, из которого были произведены выстрелы, был идентифицирован. Мужчина владел им на законных основаниях. Как отмечают в полиции, раненому мужчине оказали медпомощь, но госпитализация не понадобилась. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Стрелявший задержан на 72 часа до выяснения всех обстоятельств произошедшего. Напомним, это уже не первый случай, связанный со стрельбой, произошедшей в стране в этом году. Буквально неделю назад в результате вспыхнувшей ссоры другой 27-летний мужчина совершил несколько выстрелов в двух 16-летних девушек в Галерканах. Одна из них скончалась, другая до сих пор находится в больнице. А еще раньше в столичном секторе Чиканы между молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого двое уроженцев Теленежского и Дрокиевского районов были ранены в ноги. По информации Министерства внутренних дел, в минувшем году в Молдове зарегистрировано более 26 тысяч преступлений. Срок ультиматума Игоря Дадона, выдвинутого Майя Санду, истек сегодня 9 марта. И хотя экс-президент заверял, что если Санду не выдвинет Мариану Друлештяну на должность премьер-министра, социалисты перейдут к незамедлительным действиям, пока положение так и осталось неизменным. Как сообщается, ПСРМ проведет заседание Исполнительного комитета политформирования только в четверг. Там будет принято решение о дальнейших действиях по выходу из политического кризиса. Со своей стороны глава государства заявляет, что еще не завершены консультации с гражданским сообществом. Мы просим президента Майя Санду выйти из изоляции и начать диалог с партиями. Просим не позднее 9 марта издать указ о движении премьер-министра, предложенного парламентским большинством. Еще в первый день марта Игорь Дадон заявил, что у главы государства есть время до сегодняшнего дня, чтобы найти выход из политического кризиса. В противном случае социалисты предпримут незамедлительные действия. Однако этим утром ПСРМ распространило заявление, что о дальнейшем развитии событий будет объявлено только в четверг, после заседания политического руководства партии. По мнению социалистов, глава государства продолжает отвергать диалог, предложенный несколькими парламентскими партиями, по-прежнему отказывается соблюдать Конституцию и выполнять решения Конституционного суда. Такое поведение имеет явные признаки узурпации государственной власти, причем с точки зрения как уголовной, так и политической ответственности, говорится в заявлении ПСРМ. В ответ представители аппарата президента отметили, что Майя Санду продолжает консультации, не уточняя при этом, найдено ли решение для выхода из политического кризиса. «Тогда, 1 марта, я сказала, что мы не используем ультиматумы и сосредоточимся на консультациях с гражданским обществом, а также на других социальных факторах. Это то, что мы и продолжаем делать», — заявила председатель аппарата президента. Между тем, у политологов и аналитиков есть свои взгляды на ситуацию. Так, эксперт в области конституционного права Виталий Катана считает, что глава государства намеренно затягивает консультации с гражданским обществом, поскольку у нее нет других вариантов выхода из кризиса. «Майя Санду лишена многих возможностей, в том числе по собственной вине, потому что она вынуждена затягивать процесс, чтобы понять, чем все может закончиться. Может, парламент сдастся, может, она хочет, чтобы усилилось напряжение среди населения, что приведет к протестам. У Майя Санду нет другого выхода. С моей точки зрения, она идет по неверному пути». А политический эксперт Станислав Павловский не исключает, что социалисты снова обратятся в Конституционный суд. «Игорь Додон и социалисты могут обратиться в Конституционный суд с запросом относительно возможности временного отстранения президента страны. Это будет означать, что полномочия президента перейдут к председателю парламента, и тогда спикер сможет подписать указ о выдвижении президента от социалистов на пост премьер-министра». Ранее представители парламентских фракций просили Майю Санду вернуться за стол переговоров, чтобы не усугублять политический кризис. Напомним, кандидатуру Марианы Дурлиштяну на пост премьер-министра, которую поддержали 54 депутата, Майя Санду отклонила. При этом глава государства неоднократно выдвигала Наталью Гаврилица. Однако эти действия были признаны неконституционными после запроса, направленного в КС партии социалистов. «Фермерам, возможно, придется по второму разу засеивать поля из-за того, что осенние посевы зерновых сильно пострадали от заморозков последних двух месяцев. Больше всего погода отразилась на пшенице, ячмене и рапсе. Серьезный урон, по словам фермеров, нанесен и фруктовым деревьям. В результате их урожайность может снизиться вдвое по сравнению с прошлым годом». Михаил Гашпер из села Фручен и Аргеевского района является владельцем 400 гектаров сельскохозяйственных земель. По словам мужчины, температура минус 15 градусов, зафиксированная в течение большинства январских и февральских ночей, негативно повлияла на пшеницу и семенной ячмень. «К сожалению, эти 7 гектаров ячменя, с которых мне нужно собрать семена, уже пострадали. На другом поле пострадала пшеница. Все, уже ничего не сделаешь. Посмотрите на листья, какие они замороженные и засохшие. И рапс пострадал». Фермер говорит, что если заморозки продолжатся, ему придется заново засеивать поля. «На повторный посев у нас время еще есть. Впереди весна, но мы не знаем, будет ли у нас урожай ячменя, будет ли у нас хлеб. Может, и не будет убытков таких же, как в прошлом году. Но они уже есть. Мы уже видим, что и еще будут некие потери, но не дай бог, чтобы было как в прошлом году». От заморозков также пострадали и фруктовые деревья. Сливы, яблони и вишни. Из этих веточек мы не знаем, какие выживут. Дерево может остаться полностью без плодов. С другой стороны, представители Минсельхоза утверждают, что пока поводов для беспокойства быть не должно. Посевы в хорошем состоянии. Они могут выдерживать такие температуры. Главное, чтобы фермеров не напугали какие-то их видимые повреждения, которые они воспримут как вред из-за заморозков. Не было пока никаких жалоб, поскольку низкие температуры держались всего по 2-3 часа и не могли повредить сельхозкультурам. Василий Шарбан также отмечает, что все же самые опасные заморозки – это весенние, когда зерновые культуры уже начинают активно развиваться. До завершения пандемии коронавируса еще далеко, однако уже понятно, что кризис, вызванный COVID-19, нанес ущерб, который будет очень трудно исправить. Это мнение ряда экономических аналитиков, которые считают, что государство должно снять запреты, установленные для частного сектора, и больше поддерживать экономику, иначе наша страна рискует столкнуться с коллапсом, из которого выберется не скоро. В ситуации, в которой оказалась республика, экономист Роман Кирка винит прежде всего власти, действия которых парализовали экономическую деятельность. И если ситуацию весной прошлого года, когда страна только входила в карантин, можно было легко исправить, перезапустив экономику, то сейчас все намного сложнее, поскольку и у инвесторов, и у потребителей сформировался кризисный менталитет. Это означает, что люди теперь меньше вкладываются в бизнес, также сократились и затраты, что для страны плохо. Характеристики кризиса расширились. Мы уже вошли в состояние циклического кризиса, который коснется практически всех сфер деятельности. Таких кризисов в мире никогда не было. Правительства никогда напрямую не препятствовали экономическому обмену на уровне всей экономики. По словам Романа Кирка, в этом году пострадает большинство секторов экономики, за исключением сельского хозяйства и недвижимости. Риска остаться голодными у нас нет, отмечает эксперт, ведь зима была с достаточным количеством осадков, что вселяет надежду на хороший урожай, и государство сможет обеспечить продовольственную безопасность за счет собственного производства. По мнению специалиста, единственное решение для исправления ситуации – возобновление экономического обмена, не облагаемого налогами. А чтобы это произошло, необходимо сократить ограничения. Такого же мнения придерживается и аналитик Виарил Гырбу, который заявляет, что если в Молдове ведут новый жесткий карантин, как ранее предсказывал исполняющий обязанности премьер-министра Аурелию Чукой, это станет самоубийством для экономики нашей страны. Больше всего от кризиса пострадают физические лица, то есть не бизнес, а в первую очередь частные лица, а затем и предприятия. Это связано с тем, что предприниматели сперва сократят расходы с точки зрения сокращения затрат на рабочую силу, сократят персонал и снизят зарплату. Гырбу считает, что для предотвращения данного сценария государство должно помочь частному сектору, даже рискуя попасть в еще больший дефицит. Это означает в том числе и необходимость закупки большего количества товаров у внутренних экономических агентов, дабы поддержать их уровень производства. Государство должно оказать важную поддержку деловой среде. Государство должно предоставить инструменты, снизить налоговое давление, должно поощрять экономических агентов, не увольнять сотрудников и выплачивать компенсации тем работникам, которые в настоящее время не работают. Также, по мнению аналитиков, еще одним ударом по экономике стала потеря человеческого капитала из-за массового оттока населения, оставшегося без работы. Подытоживая все это, эксперты прогнозируют, что страна продолжит углубляться в экономический кризис, после которого нам потребуется 3-4 года, чтобы вернуться хотя бы к уровню 2019-го. И это при условии, что у нас будет действующее правительство, у которого будет доступ к внешним займам и грантам. А это, как мы знаем, сейчас невозможно из-за политического кризиса, в котором находится Молдова. После десятилетия темноты на улицах села Курки Аргеевского района впервые появилась современная система уличного освещения. В церемонии ее сдачи в эксплуатацию приняли участие жители населенного пункта, местные чиновники и депутаты. Обрадованные сельчане говорят, что теперь им будет не страшно выходить из дома в темное время суток. Местные жители говорят, что раньше темнота удерживала их заперти по вечерам, а в экстренных случаях приходилось использовать фонарики. Теперь ситуация изменилась. На улицах села появился свет, и они чувствуют себя в безопасности. Раньше было ужасно. Большое спасибо за освещение. Теперь мы можем выходить на прогулки без страха. Для нас это было опасно. Мы просто сидели по домам. Теперь все хорошо. Можно выйти погулять с детьми в любое время. Можем ходить к роднику за водой. Все было не очень хорошо, но сейчас уже будет лучше. Посмотрим, как будет дальше. Сейчас мы очень взволнованы. На запуске системы освещения присутствовали представители местных властей и депутаты. Посредством видеосвязи поздравил местных жителей с важным событием председатель политической партии Шор Илон Шор. Он заверил, что важные социальные проекты будут продолжены здесь и в дальнейшем. У нас большие планы. Ваш населенный пункт – одна из жемчужин Аргеевского района. Его туристический потенциал огромен. Развитие туризма – это дополнительные поступления в местные районы бюджет, новые рабочие места. Это одна из причин, по которой мы и модернизируем инфраструктуру. Вы увидите, что очень скоро один за другим будут реализованы и другие значимые проекты здесь, в селе Курки, в коммуне Ватич. В селе Курки была проложена электрическая сеть протяженностью более 4 километров. Установлено 30 опор линий электропередач. Также установлено около 130 светодиодных LED-ламп. Хочу со всей ответственностью заверить вас. В этом году мы сделаем еще больше хорошего для нашей коммуны. В прошлом году команда Илона Шора сдала в эксплуатацию системы уличного освещения в десятках населенных пунктов Аргеевского, Флорежского, Тараклейского, Когульского, Фалежского и Криулянского районов. Празднование Международного женского дня накануне завершилось незабываемым праздничным концертом, прошедшим в Национальном дворце в рамках Международного фестиваля «Мерцишор». На сцену один за другим выходили известные артисты, которые исполняли свои самые популярные песни, но на этот раз перед пустым залом. Из-за пандемии и ограничений публике запрещено находиться в концертных залах и посещать спектакли. Мероприятие транслировалось в прямом эфире по общественному телевидению. Знаменитая сопрано Анна Черникова открыла праздничный концерт известной песней «Орче фемии Ефрумасе», посвященной, конечно, всем нашим дорогим женщинам. Затем один за другим на сцену выходили популярные артисты. Анишара Пуйко, Виталия Дания, Костя Бурлаку и Карина Цепиш, Мариана Михаила, а также группы Бриуса Нурес, Доредос и Нурок. Артисты исполнили самые красивые композиции, посвященные женщинам, весеннему возрождению и любви. При этом исполнители выходили на сцену с ноткой ностальгии в душе, ведь в этом году публика в зале отсутствовала из-за ограничений, введенных на время пандемии. И хотим видеть, тянулись ли мы до их сердца, достучались ли мы до их сердца. И очень тяжело, когда в зале нет зрителей. Мы представляем, что в зале наша публика, их глаза, их светлые лица. Я сосредоточился и представил себе, что нахожусь на съемке видеоклипа или на одной из телепередач и действительно мысленно общался со зрителем. Но больше всего артистам не хватало бурных аплодисментов и вызова на бис. Я настроила себя на то, что это телевизионная передача, и публика аплодирует мне с той стороны экрана. На бис не вызывают, но мы стараемся почувствовать и передать красивые эмоции через экран. По словам работников национального дворца, грустно осознавать, что сейчас этот зал не может быть набит зрителями, как обычно, и артисты впервые выступают перед пустыми креслами. Единственными зрителями этого красивого концерта, которых можно было пересчитать по пальцам, стали операторы, звукорежиссеры и две сотрудницы, проверявшие раньше билеты. Но деваться некуда. Таким образом, по словам директора, пришлось выполнять эпидемические требования, которые надо соблюдать в период пандемии. Мы уже смирились, привыкли к ситуации. Стараемся идти вперед, так как у нас 55-й музыкальный фестиваль «Марсишор», который заслуживает продолжения. И все же зрителю артистов был концерт, транслировали по общественному телевидению и в интернете. Закрытие международного фестиваля «Марсишор-2021» состоится 10 марта. Протест под произведение Чайковского. Как сообщает российская пресса, балерина из Санкт-Петербурга Ильмира Багауддинова станцевала на льду Финского залива в защиту охраняемой территории уникальной бухты Батарейной, где хотят построить порты и зерновой терминал, что поставит под угрозу природу этого места. Артистка, работающая в знаменитом Мариинском театре, была в сценической одежде и в балетных туфлях на припорошенной снегом замерзшей водной глади при температуре минус 15 градусов по Цельсию. Она делала пируэты и танцевала отрывки из «Лебединого озера». Идею акции подсказала сама природа. В эту бухту слетаются лебеди, которые занесены в Красную книгу. Своим жестом балерина призвала подписать петицию, адресованную президенту России, в надежде, что это заставит власти отказаться от строительства порта, который ставит под угрозу здешнюю экосистему. Местные жители протестуют против строительства здесь порта с прошлого года. А видео Эльмиры привлекло к проблеме широкое внимание. На этом выпуск новостей завершен. В студии была Ирина Варсан. Оставайтесь на нашем телеканале, а также следите за событиями онлайн на сайте tv6.md и на наших официальных страницах в соцсетях. Добрых вам новостей и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин